Старладер 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 И по Team Predator, в Vengeful Spirit они забирают для себя обычного персонажа, Дума, вот сейчас на самом деле интересно, это Дум, куда вот он пойдет, это будет ли Хардовый Дум, это будет саппорт второй позиции, либо может быть это Дум Керри, вот что интересно, а в бан тем временем отправляются от Brutal Rhinos, Slark, от Team Predator, Darkseer, очень таких опасных героев вообще всех забанили, вот эти вот 6 персонажей пока что они могли натворить невероятную грязь, Вот чем будут играть дальше, очень интересно, заберут ли Team Predator для себя Джиггернаута, будут ли они играть своими сигнатурочками, а Brutal Rhinos, что им сейчас нужно, им в принципе зашел бы тот же Джиггернаут, будет ли он вообще в пике сегодня появляться или нет? Ну кто знает, пока в бане уже с Ларк и Войт, из керри героев таких, и, сейчас погодь, и поэтому в принципе Джиггернаут может появиться вполне себе, но ему против Дума неприятно, Ну это такой один из немногих керри, которым Дум в принципе не так плохо как какому-то Ember Spirit, но все равно неприятно Тот же Свен, он по Думам, если все прожал, все равно продолжает бить и как бы норм А у Джиггера там крутилку можно вот по таймингу прожать, там много предметов, которые он нажимает, ультимейт, хилинг вард, а Свен, ну что, он прожал ГДС и он как бы уже король, все, пофиг на Дум Здесь в принципе отлично заходит еще и Лайфстиллер для Тимпредатор, который уже может вот этих вот двух саппортов нормально так выстегивать еще до замеса Просто прожимать рейдж, прыгать там с кем-нибудь, там инфест-бомба, кстати пак для Тимпредатор тоже на мид очень хорошо зашел бы, пак, Лайфстиллер и еще какая-нибудь грязь Инвокер с Виспом улетает в бан от Бруталрина с Виспа, они не хотят видеть, с Думом это да, довольно неприятная связка была бы, если бы еще и Лайфстиллер какой-нибудь был, тоже там Трипл инфест, релокейт-бомба и инвокер от Тимпредатор, да, согласен, тоже довольно неприятный такой пик Ну, в принципе, ты прав, под баней вообще много вот таких ОЕшных комбинаций, в принципе, это понятно, потому что у Тимпредатор такой пик уже Сингл-таргет, все скиллы, причем, кстати, пока оба героя пробивают БКБ Ну, Вингард такое, ну, все равно можно сказать, что пробивает, правильно? А Бруталрина, пока такие саппорты, вот как ты и говорил, Лайфстиллер, еда, по сути, для Лайфстиллера пикнута Ну, вот что я хотел сказать, Тимпредатор комментировал все игры и несколько раз они брали вот таких персонажей, у которых был сингл-таргет, ну, причем весь пик И я вот говорил, нету массу, да, нету контроля, очень трудно, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, но они реально отыгрывали все круто, у них там, да, сингл-таргет, но они распределяли силы так, что у них все были, то есть, под этими таргетами не было такого персонажа, чтобы чем-то там мог прокастовать или не был зацеплен каким-либо скиллом То есть, они хорошо распределяют, командная игра у них на высоте, а в это время брутальные носороги забирают Тайтхантера, вот он, Масс Стан, ну, кстати, пока что они делают упор в магию То есть, Тимпредатор могут на этом отыграть, не знаю, как они дальше будут себя вести, но если так будет продолжаться, это легко будет контриться через БКБ Мы это видели, когда забрали уже 5 магов, там просто покупка БКБ все портила Сейчас надо брутальным носорогам, брутауринос, как-то задуматься над тем, чем они будут дамажить после того, как у них заканчивается прокаст Ну, знаешь, тут такие герои, Леон и Шаман, они как бы, если покупают себе 2 даггера, они врываются, 2 хикса И как бы в хиксе ты не нажмешь БКБ Может быть, такой расчет, то, что за контроль от 2 коров, а не 2 хикса Потом еще можно собрать еще 2 хикса И на Титхантера хикс И в итоге все 5 героев в хиксах А если все 5 героев в хиксах, то дальше там Станы, еще Станы, Ревейджи И может не дойти дело до прожатия БКБ И как давно ты видел столько хиксов в закупе? Я, кстати, ни одного пока что не видел, по-моему, ни одной покупки хикса А тут даже их не надо покупать Что? Опа! Вот это красиво Вот это, кстати, сейчас немножко отодвигает Дума с позиции 2... саппорта 2 позиции Это Элдер Титан Я не думаю, что Элдер Титан пойдет в харду Значит, это Дум, либо Хардлайн, либо Керри Но если... 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 если это Дум Керри... вот он, Джаггернаут Да, залетает отлично от Портал Ринус Но, как ты сказал, Дум очень хорошо может его подконтролить Если этот Дум пойдет в Керри То нас ожидают очень ранние тимфайты И команда Team Predators будут пытаться закончить эту игру быстро Ну, как-то так Пока вряд ли нет Ну, вряд ли писать на Керри Ну, тут нечем, как бы, заходить на хайграунд пока Ну, реально, там, да, Винга, да, Дум Ну, а что ты предъявишь вардам Шамана, которые стоят на хайграунде у врага И Тайтхантеру с Аганимом? Я пока что не вижу, чем законтролить Джаггернаута Если Дум не будет его как-то прям сильно фокусить То есть пока что здесь Джаггернаут разрывает лица Тем более под таким контролем Смысл Дума в том, чтобы заткнуть Джаггернауту и все Он купит Даги, а просто будет прыгать на лицо Джаггернауту и радоваться Умирать и радоваться Мирана... не знаю Хотя, подожди, это прямая контраст Джаггернаута Он не может делать соло фраги под Мираной Кстати, да То есть вот так вот Не знаю, ну, я очень много раз говорил про то, что как бы пик не очень, да Там здесь того много, здесь другого много Но нам команды постоянно показывали, что все зависит от личного скилла Ну и мы, в принципе, знаем сами по своему опыту игры в доте Что, конечно, здесь все зависит от личного скилла Здесь, конечно, может быть очень хороший фокус там, да Двух саппортов Крутейший выход от Тайтхантера Там Джаггернаут нафармит все 8 слотов за 10 минут Там последний герой будет невероятно стоять на миде Там, не знаю, пакаутами всех убивать Ну, все может быть, не знаю Здесь, конечно, там Венги Фулспирит, Дум, Элдер Титан Там все могут раскастоваться круто Тоже Мирана с Аганимом Старшторм раскидает так, что, мама, не горю И тоже все умрут Тут обоюдная такая игра То есть, ты хочешь сказать, что Team Predator знает, что делает? Я думаю, что эти обе команды, раз уже зашли на фасткап То они знают, что делают И тут все, ну, продумано Я думаю, сейчас мы увидим красивую игру, как минимум Потому что здесь уже такие 4 героя Это Элдер Титан, Венги Фулспирит, Леон и Шаман Которые, ну, не должны стоять на одном месте А должны, ну, как-то выходить, помогать там где-то Что-то делать, устраивать экшен на карте Та же Мирана, я не думаю, что она будет там 20 артефактов фармить Постоянно одной линии Вот так вот Вот и ломаем все стратегии вообще Там морфлинг, там просто, ну, зачем? Чувак, я не знаю, что они делают Не, ну, морф, в принципе, понятный пик Я когда вижу, что у меня вот в пике вот такой кавардак И непонятно, что происходит Что он делает правильно? Пикает еще более неадекватного героя Что пик стал, в общем, адекватным Ну, то, что минус на минус дает плюс Ну и вот, Тинкер, здравствуйте Все, без шансов Вообще Я не знаю, как-то выиграю Тут Тинкер Тут Тинкер 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 Че им предъявить? Чему? Че предъявить носорогов? Ну, реально, ну, что это? А почему? Чем убивать? Тут есть Мирана Тут есть Морфлинг Ну, вот как им убивать Морфара, скажи мне? Просто забить на него Ага Забей на Морфа, попробуй Там есть Мирана, которая тоже нафармит свои артефакты Дум Ну, в принципе, тут Дум надо кидать вообще на всех героев Ну, ты посмотри на эти пики Мне бы... Ну, чисто по пикам Нет Тинкер 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 Должны быть на голову сильнее по личному скиллу, чтобы это выиграть Да? Ну, смотри Элдер Титан, вот под что? Ну, вот Под стрелу Да, но лучше пикнуть Бэйна в такой ситуации Ну, что он тут будет делать? Непонятно Мирана будет сплит пушить Морф будет сплит пушить Это Мирана может вообще через стрелу пушить? Финга будет сплит пушить Мирана может вообще стрелу не будет качать? Сейчас увидим Не, будет Там Элдер Титан тогда вообще бесполезный будет Ну, не знаю Фокуса, да Тут никакого массового нету под Элдер Титан Но Элдер Титан же, он славится не только разломом Он может очень много грязи натворить и без него Да Он может подстанет под стрелу Тут очень видишь, как легко можно будет подцеплять Тинкера То есть если не будет никаких сейв ТП там, да То Тинкера можно нацеплять вообще Мама не горюй Выходит Элдер Титан, на расстоянии его станет Подходит Винга, также станет В это время стрела пятисекундная залетает Но в теории это, конечно, все очень красиво Ну и ладно, игра у нас начинается В этот раз у нас ограничилась небольшой паузой Все быстренько то ливнули, вернулись Или это я один ливнул Неважно И перейдем к представлению команд Рубосс будет играть на Элдер Титане На Морфе будет играть Этернлс На Патме Будет у нас играть Сваятугурква На Винге будет играть Плейбм И на Думе Мастеркэп Команда Тим Предаторс Ну что, в теории Буйные или какие-то носороги Короче, они уже в смоках Но представим команду На Леоне будет играть Дримми На Тинкере будет играть Шестисмайлик На Тинкере будет играть Вернее, на Джаггернауте будет играть Диди На Шамане На Тризим И на Тайтхантере Пусси Джуси Но они уже не драться Хотя вот сейчас поймали Вингу Есть танчик Есть еще С привязкой Что-то без шансов Для Винги Ну да И кстати Вот этот вот Вот этот вот Трипла Шаман Леон И Джаггернаут Они могут вообще В принципе Вниз пойти И как-то Гонять этого Морфа Титана И Вингу Морф и Винга Для них вообще Изи фраг будет Но они решают Уйти наверх И они будут стоять Против Дума Дума им так же Легко будет подцепить Думу надо было Вообще И брать 4 танка Айрон Талон И убегать в лес Потому что у них там У него там Очень мало шансов Выстоять Что у нас Про остановки линии Про остановки линии У нас Винги Фул Спирит Вместе с Морфом И Титаном Как я уже сказал Будут стоять внизу Сопротивляться им Будет Тайт Хантер Кстати Довольно неприятно Так же будет Тайт Хантеру Его конечно Тут будет труднее забрать У него уже Энчер Смэш Вкачан на единичку Но все таки Довольно опасно Здесь будет Мирана Против Тинкера А наверху Дум уже убегает В лес Будет сейчас подхалывать Кстати Очень хороший для него Крип сейчас Сатир Мучитель 4 легенчика Себе сразу поставил И денежек Довольно много Второй левел Вроде как он Получится Этого экспаун И тут на Тинкеру Уже врыв Немножко ворует У него статов Элдер Титан И убегает И убегает Ничего не будет Здесь я не знаю Если сейчас Леон Будет С Шадоу Шаманом Стоять То они Ну довольно Много времени Потратят без толку Но им здесь не надо Уже стоять Джиггернаут В принципе В соло против Дума Будет довольно таки Приятно стоять И не думая Что он им помешает Мирана Получает лазер по лицу Покачала все таки Стрелу И будет Сопротивляться Этому Тинкеру Здесь выход на Тайтхантер Просто его тыкают Тайтхантер почти что Второй уровень Ну вот сейчас Дум Правильно делает Дум не вылезает На линию Дум подфармливает Вот этих вот Крипчиков Если он сейчас вылезет Ну это Изи килл Просто изи Тут стоит в лесу Леон И подцепить Кстати ну вот Варп не поставили Да вот обходит Обходит Дума Будет ли стан Да станчик сейчас Ну кидает станчик Попадает на Дума Дум включает землю Хиксом не достает Дум может уйти Да Дум уходит Успевает Успевает он отойти Недоигровка От шадоу шамана Очень далеко Заблудился Бывает Столько деревьев Чувак Вот обычно Вот здесь вот Вот здесь вот Такой хороший Вардик ставит И видят Когда подходит А можно Отсюда заходить Вот отсюда Вот как делает шаман Вот здесь он Спрятаться И успевать Ну я не думаю То что сейчас Дум Неужели он Давай А там Блэдфьюри нет Там уже не убить Дума Даже если он Земли не включит Втроем Просто Такой армией Идет на Дума Нет Все Забейте На эту лайнуху Идите Вот Мирана Убивать А им Тоже Будет Трудно Убить Что Тут У нас А кстати Лазер Ракетки Есть Все нормально Тут Можно Мирану Убивать И кстати Нормально Так лазер Второго уровня Уже И надамажил И за Два Хекса И там А ну Второго Моноберн А ну За три станчика Можно Эту Мирану Мне кажется Как-то Подбить Ее еще Тинкер Погоняет Немножко Вардать Причем Варда Гангующего У Тим Предатор Нету То есть Сейвового Такого И Когда будут Выходить Сверху Даже если Без смоков Они это Не увидят Пока На удивление Все спокойно Было Пара попыток Выйти на Дума Но это Все Хотя Вот сейчас Подстань Не Тинкера И Не успела Кинуть Стрелу Мирана Да блин Вот он Полезный Какой же Он полезный Да я не Оба тут Ну вот что Они Я не знаю Не ну Он хотя бы Икс Пуни Ворует Да ли он А кстати Тут выход На Дума В этот раз Получилось Его связать Но под землей Он как-то живет И Не пошли Под Тавр Что он Как-то тут Не умирает Так Мне тут Подсказывает Ой 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 А там Тайтхантера Убили Смотри-ка Вдвоем Просто Венгрифол Спирит С Марфом Забирает Марфа Ферсблат Подожди А на ком Ферсблат Был А На Венге А На Венге Ферсблат Уже был Ну это не считается Нет Вот сейчас Был Ферсблат Что за бред Почему Почему Много вопросов Молодые Почему Вот это Вот Супер Мега Трипла Не убивает Тума И почему Венга С Марфом Как вообще Это произошло Как они Убили Сайтхантера Вот сейчас Они еще убьют По моему Ну по крайней мере Попутаются Убить Мирану Здесь кто-то Под хостой Далее он под хостой Но Мирану убегает Стант Лазер Хекс Сетка Господи Как много всего Ну здесь нереально Выживает конечно Но я говорю Очень много контроля И вот Нету Нет Не доиграл Немножко Титан Ну это конечно Не его ошибка Он не мог знать То что там выходит Но Если бы прошел Немножко вперед То смоки Были бы Спалены Ну вот Хотя бы вышел Мне тут подсказывают Что в самой доте Звука нету Звук есть Ребят Просто он очень тихий Сейчас я Как у нас Немножко подоспокоится Игра Я его сделаю погромче Здесь у нас Выход опять на дума Дум не знает Что на него выходит Маны на землю нет Будет ли что-то Вообще нет Его просто так прогоняет Хотя еще станчик Докончику ему дали Ману вообще до конца Высосали у него И так нет Бенда страдает Но у него очень хорошо С регеном У него есть транквилки Которые даже не работают Все равно дает реген У него есть 7 Еще это Анхали аура Которая 4 Регена дает Транквил Как включается Там Он вообще себя здорово чувствует Ну неплохо Тут на Тайтхантера Выход Анчерсмэш Получает винга И все Так Экрана у нас Немножко подуспокоилась Я сейчас звук Погромче сделаю Чтобы Маэстер хейтеры Ничего мне не говорили Так Немножечко Прям вот вообще Чуточку Вот И продолжаем Продолжаем Мы Продолжаем Смотреть На эту Невероятную Игру И Картавого Голос Похож С мэпом Но если вы В курсе Кто это Нет Я не в курсе Кто это Тут на Тинкера Выход Старшторф Получает лазер Ракетки По Элдер Титан Будет ли пытаться добить Отпивается баночкой И выживает Элдер Титан Тут еще Тинкер на развороте Мог навалять Задро Стрела по моему К нему А стрела прилетала Но не увидел Я попал или нет Если и попал То не очень Сильно Что это Оart Г А Г Почему Он отпил Ботла Элдер Титана Там Сайва Там одна птичка залетала, там, в принципе... Нет, Венга, ой, то есть Эмирану задрот. Смотри, 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 тут Венги Фолл Спирит выходит на Тинкера. Если Тинкер будет как-то... Если сейчас Стрелой подстанет, то Тинкер минус 100%. Старшторм не попадает по Тинкеру, вот теперь вообще можно не выходить. Хотя ДД есть, есть Элдер Титан, есть Венга. Можно как-то этого Тинкера забирать. И будет ли какой-то выход? Элдер Титан подходит, пошла Стрела, не попадает, Станчик залетает от Венги Фолл Спирит. Тут еще подстанивать будет. Сейчас, да, Элдер Титан подстанивает, сейф ТП от Леона не успевает. Леон, Стан, помирание, Мираном. Ну, тут много ХП, можно было еще как-то замену вот эту вот заменить. Таверну на хорошее настроение, но нет, не получилось. И на Дума, выход. Дума, Дум, включает огонь и уходит. Еще на развороте тут подбивает этих двоих. Ну, Джиггернаут ставит паузу. Опять какие-то неполадные. Ну, нас на полдун, что делать, ставим паузу. Что у них опять? Кстати, у Джиггернаута Персиверанс. Он все купил. Выходит Fast Battle Fury без АПГ, без всего остального. Просто сразу БФчик. Будет такой Джиггернаут антимаг. Что-то берете с даггер, диффузай будет совсем антимагом. Тут говорят, что в Доте самой нашего голоса нет. И Светогор это не то, что вы сказали. Ты говорил слово Светогор? Какой Светогор? А, может нас в Дота ТВ нет? Ну, в Дота ТВ нас нет. Ну, давай включим. Короче, не, подожди. Скажи, ну, давай включим. А, подожди, тут пауза отжали. Тут погоня идет. Ну, ничего, там никто не умрится. Ладно, хорошо, все. Подожди, тут сражение на речке у нас. И... Да, Амирана забирает этого крипа. Будет ли забирать тележку? С тележкой ведет размен. Тележка месует. У тележки ничего не получается. И стрела залетает! Боже, что творит эта Амирана? То есть ты принципиально не хочешь Дота ТВ в тебя включать, да? Подожди, сейчас... Да, сейчас, хорошо, все, включу. Ты зачем? Да я хочу. Так, вот. Так, я... Я включился? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Да, я включился, но и у меня почему... А меня отключил? А меня отключил? Вот ты теперь у меня в эхо будешь разговаривать. Заглуши со комментаторов. Заглуши со комментаторов. Там станут фатает Хантер. Фатает Хантер. сейчас посмотрю все не говори там тэйтхэнтера на пальце у меня в эхо сейчас секундочку все включил там чуть тэйтхэнтер не умер все ладно хорошо так продолжаем у нас тут два в два счет уже кстати два кила сделали team predator после вот этого вот этой неудачи на в начале игры ой-ой-ой какой курьерчик то у них золотой смотри у тебя волос и он у этих по-моему лучше супер медведь супер пир осел ван лав осел ван лав я тебя понял тут на миде у нас сейчас смайлики у тинкера на самом деле могут пойти в обратную сторону кстати мидеры у нас довольно ровно стоят как герри станчик получать не будет край бы крана не зацепил не увидел сначала попал ли ли он станчиком помирания или нет у нас очень ровно и сейчас противостояние идет то есть мидеры стоят ровно керри стоят ровно но doom опережает пока что тайтхантера тут стаки стаки для тайтхантера не делали одно значит doom пока что тащит хорошо отстоял линию но он правильно делал то что он вначале там не пошел на эту линию когда там три человека стояли просто ушел в лес и как бы все мирана будет выходить наверное в мою что я не думаю то что это будет не дас это мидас да ну зачем чтоб формить да сколько можно формить если уже фэйзы и пт ну на обе ноги правильно и и мою что я уж дорого они га аганим все поехали я очень не знаю как она здесь выживать без бкб будет потому что пока что магического прохоза нереально многое сейчас выход кстати смаках может быть на кого на тайтхантера на бедного походу или нет или все-таки на тинкера да это выход на тинкера будет смака хорошая дротитан свинга и подходит тинкер ничего не подозревает есть нет варда даже на варде он этого не увидит стоят пока что в лесу стоит в лесу мира она подходит кидает стрелой не попадает стрелой но здесь венки fullspirit выходит кидает стану элдер титан не попадает иллюзий но и все равно забирают очень спокойно тут два сейф тп еще не надо здесь представляться тайтхантер с рэвэджем телепортируется будет ли успевать нет не успевать не гоняет этот цветан правда немножко неправильно странно мансует забегает под тир-2 вообще хекс есть здесь это здесь он выходить хотя маны нету на сетку пока что бежит гашки сперва все стою стрелу получать здесь раз-то хороших отлично под копчик еще а у леона еще финге есть не тут мирана хотя blink выходит из рейнджа у ее гаш получает пытается еще дальше уходить винга может подставиться и стан отличный стрела летит не попадает что на финге может попасть ракета летит ракета не убивает чуть-чуть остается стан по венке fullspirit получает венчер смешил лазером ее добивают боже что произошло сейчас я не знаю как она стрелой не попала вопрос когда она думала наверно то что сейчас он выйдет из стана и как бежит на перенервничал конечно смотри там ракеты не залетели там вы еще и драка продолжилась но нет как ты она наверно не учла еще то что у леона есть finger of dead который он не реализовал кстати может сейчас попробовать реализовать они там она не хоть что происходит финге нет замес я повторюсь два раза умереть успела просто трэш и незамес какой-то вообще класс просто произошел я думал там все элдро титан умирает кстати он умер дальше и чё он по-моему умер а выжила миран ну ладно я думал там ладно я думал он умрет просто так а или он не умер не знаю всем было пофиг на гуртестана неважно там стрела залетела шикарнющая я просто не видел то что мирана идет и вообще будет себя как -то реализовывать она прилетает там стрела starstorm умер приходит ли он я думал finger сейчас даст нет мирана прыгать вот он вот он личный скилл то есть да рэвидж был потрачен не успел тайт хантер телепортироваться спасти своего тинкера то есть поздно информация поступила finger of dead если бы был потрачен миран ну сразу мирана бы отправлялась в таверну и не было бы никакого продолжения а вот стоит team predator замечательно отыграли замечательно вполне себе неплохо пока больше ничего не происходит игра по успокоилась это hunter с арканами интересно что будет дальше будет ли это мека или же сразу рушанет себе даггер пока был один рэвидж и тот как-то в мирану одну которую еще и не убили и когда стан был еще не по таймику короче не получилось реализовать рэвидж короче тут наверху еще умирает два персонажа попытались выход на джиггернаута сделать под думом и загангли их так байт на джиггернаута произошел еще и тинкер показал что у него травы ла есть но не очень выход такой безвижно конечно был не надо было такое делать так себе идея но вот получилось как получилось сюда это все-таки медас от мирана не будет никого моего шторма наверное сейчас тогда полетит аганим или все-таки пока бы не знаю он не слышно элдра титана элдра титан отправляется в таверну также подставился опять же все заранее отличного скилла то есть замечательно загангали без вижу на ошибка ошибку допустили тим предатор что пошли и сейчас может быть еще один килл полетела стрела стан диди не попадает стрелой прыгает стар шторм можно еще кстати подураться а нет нет у тинкер летит тут еще и игра на умирает хотя с лапчик ну и лазером должны добивать хотя хекс прилетает мирана мирана пока что живет отбивается банка нету больше про каста ли он получает по голове камни по голове земля горит трими отправляться в таверну пока что не будет пока что живет фекс сетка лазер миссы стрела не попадает шары раскидывает земля догорает и станчик не получает сейчас никто это два в одного мирана опять каким-то чудом осталось живых как так и имба кстати сейчас пайзы не покупает обычно номера оставляет обычный сапог но это мирана решилась и купить не отрвала пайзы в самом начале и из-за этого нужно два раза выжить смогла да 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 я не понимаю почему там лазер конечно не залетел может я пропустил первоначальное его использование но если бы залетал лазер сейчас тинкера в мирану то как бы там опять же не не удавалось выживать и а там прокаст весь ушел по-моему в венге full spirit венге full spirit осталось а венге full spirit умерла там вроде как да надо fight река посмотреть я все забывают тут столько замеса мы не нужны зенга просто идет каждый замес это ее задача у нее скил видеть красивейшие красивейшие буду специально неправильное ударение ставить чтобы выглядела и специально красивейшие ирана вообще стрел один раз только попала по моему лучше тут утренную стрелу используя как инициация как вот под контроль после станок пока не получается эти ставятся варды на и один на топе есть выход в инвизия у от дома и не будет инвестиции да просто отдадут 6 варты это ошибка ну просто втроем вот они видели по моему то что там патма проюзала и втроем против непонятно скольких героев драться довольно опасно конечно да это провал там есть и провал это да это довольно неудачный выход отдали варты отдали за днаить вышку ну и как все жага фармит у него по изы пф чтобы делать дальше будет ли это монта стайл дефолт и купит еще что в принципе тут можно чего угодно анжелы собирать в данной ситуации ну а тем временем морф собрал линку практически 250 монет он не хочет участвовать в файтах и правильно делать потому что обычное дело когда ты собираешь там два из трех артефактов и уходишь в драку у тебя в рецепт какой-нибудь откладывается еще минут на 10 нет морф аккуратненько у него правда вардов нету и это ошибка кстати от медведей что они вообще не фокусе от этого морфа вообще то есть оставили его то есть там с джаггернаутом какие-то драки происходят да и вот там как-то поднапрягали вот сейчас вышку конечно снесли медведей но это минус им потому что джаггернаут меньше где есть фармите выход джаггернаут и здесь смоках еще и саппорта заходят стан получает джаггернаут пытается уйти ракеты залетают по венге и залетает по мирану будет ли как-то вкусить лип уже потрачен он не слэш имеется но они не догоняют и все этот ганк оказался провальным нет тайтхантера кстати у тайтхантера сейчас даггер через шестьдесят монет появится и не ушел никуда ли он ли он и пока что а леона видели леона видели выходит морф морф везет себе линку все везет себе линку дум выходит по dd получает хекс пойдут ли прокасты стан дальше что и лазер он не слышит летает бедного дума дум не успевает дать прокасту тревожь имеется 5-х антар попадает реводжем по троим ракеты ой какой разлом хороший залетел по троим персонажам ставится варды ультами ранам ирана будет ли продолжать как-то и все размен на одного дума да господи тут все проюзали да умрите еще нибудь пошла стрела никого не убил и забирают еще и змеи я не знаю все поражали как так то вот так с его выиграет и змейка потрать и получается кому в больше в плюс был замес я не знаю кому больше в плюс был замес на тим придавут пока что уверенно ведут три к царям что по экспе что по золоту и пока что не не собираются они уходить в нижнюю лигу я так смотрю мирана да мирана собирает будет себе аганим сразу после медаса довольно таки хорошее решение по моему мнению я очень люблю аганим на миране сам потому что ну старшторм 900 урона просто в лицо тебе летит ну это нереально много 8 каждый 8 секунд по 350 еще сам прожимаешь это огромное количество мне интересно больше что сейчас можно будет покупать будет ли это какой-то этериал чтобы выключать саппортов каждые там сколько 10 секунд за он тоже с медаса да он уже и медас у него линка сапог аквила там вообще там полный затар джаггернаут нет он не слыша есть даггер джаггернаут кстати даггер и battle fury темат да сейчас диффуза я думаю кстати диффуза там будут а потом еще мантует совсем антима да 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 что тот начали джаггернаут может начал завидовать и говорит ребят собирайте хочу также но у него ульты не будет такой ну хотя я бы еще поспорил у кого ульта круче антимага что у меня ситуации точно нет данной ситуации антимага не ну просто нет против кого хотя бор не ну смотри у антимага есть микро стану может и пешки сбивать джага так не может джага может 7 кб или башу взять тимак тоже может и даун двум ты пешки будет сбивать тени переспорить максимум на можно прыгать со мне слышу башить они он по нерфе я не помню когда он же на год назад как не башит он не слэш да 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 рассказывай рассказывай все равно ладно неважно выход у нас очередной раз на мид есть змейки поставлены есть даггер рэвиджу дать хантера но этот товар дефать не будут будут отдавать будут пытаться просплетушить вверх реминант поставил морфлинг ой реминант уже репликей давно у нас морфов не было были одни эмбер спириты привыкли с этими реминантами поставил репликейт и что 12 секунд боится боится морф все-таки будет уходить ну и правильно делает потому что сейчас нему там выдвинулись уже и тинкер будет прилетать отрегенившись также на т2 tower и уже летит ли он ну и все надо как бы дезертировать дезертирует он на верхнюю линию продолжит свой фарма по фарму он покажет на первом месте ну что удивительно потому что джиггернаута уже 6 минут назад появилась battle fury и он также фармит забирают вышки они на и пока все равно не догнал а морф такой сингл таргет и все равно пока что перефармливает джиггернаута хотя у него счет 001 а у джиггернаута 323 ну два раза умер ладно 600 монет все равно не догонял бы он в кафарм чтобы делать имба не контрится а но тут медас принципе есть то есть вот такое раз что он будет делать в дальнейшем джиггернаут бинкуется в морфа он ему закидывает второй очень сильно приседает джиггернаут сейчас будет волна и джиггернаут мог бы отъехать чак легко то есть пквит да на но джиггернаут Сейчас то, что Морф может посопротивляться Джиггернауту. Правда, Джиггернаут не юзал, он не слэш. И вот, пока что драки такие более средненькие. Хотя счет 7-10. Несмотря на это, разрыв по XP уже 4000 и начинает увеличиваться. А по голде, кстати, проседать начинает. Немножко было 3000, сейчас уже прилизится к двум. Team Predators начинают проседать по голде. Посмотрим, что будет дальше. Дальше, отыграют ли свои керри, керри свои роли. Тут у Мирана появился Аганим. Стрела не пошла. Тут Даггер появился у Тинкера. Стрела почесала спинку Расти. Вообще, тут очень хорошо оформить должны коры команды Predators. Именно Мирана с Аганимом, это один из вообще наиболее быстро формящих героев в доте. Только Свен, наверное, быстрее оформить, чем Мирана. Кстати, тут выход в смоках. Байт на морфинга, инвиз и провал. Ну да. Морф без падеви. Ну и будут заходить в лес. Глупый мув был. Сейчас все прекрасно понимаю, носороги. Брутальные носороги. Так, хотя сейчас могут поймать расту. Есть танчик, есть прокаста. Это минус раста. Один из танка подвалим. Реведж, он мне слэш. Это очень много урона. Еще и палец вылетает в кого-то. Тут уже падают два героя с каждой стороны. Еще и Ладар Титана заковыряет Джаггернаут. И дальше с Даггера цепляют Мирану. Она откидывается первым. Есть еще стрела. Отличный врыв морфа. Он с воды просто сбрил двух героев по итогам. И отличный размен для команды Predators, я так понял. Да, команда Predators. Морфа не было в драке. Он заходил вместе со всеми, но улетел на репликейт. И находился далеко. Потом сразу выдвинулся в драку и успел подсейвать Мирану. Убивающего Леона Джаггернаута помог загасить. И может сейчас на Тинкера еще выйти. И тем временем у Морфа началась игра Снайпер Элит. Снайпер Элит 37. Прощай Тинкер. Прощай Тинкер, наверное. Он не будет, походу, испробовать. Хотя полностью перекачался в ловкость. Практически. Осталось очень мало у него ловкости. Что, надо тестить? Ну надо, да. Вот он не уходит. Он хочет. Видно, что он хочет. Но нет. Пока что опасается. Ну все. В принципе, сингл-таргет и Морф будет выключать. Уже на изичах. Тут вон, Леон. Леон надо забирать. Будет вообще изи. Ну вот, Леон пришел. Ну, кстати, сейчас можно подстрять. Есть врыв. Есть станчик. Он начинает перекачиваться в силу. И что теперь делать? Прокаст минус Леон. И провал. Кстати, Пюрджи. Это Тинкера Дум. Еще навешивает первый скил сверху по голове. И может сейчас просто собрать пойти Тинкера. Да, забивает его Морфинг. Начинает убивать еще и Тайп Хантера. И это трипл килл для Морфа. Просто на халяву пришел. Убил. И просто. И сейчас на базу что-то слетает. Обалдеть. Это кипривая. Ну вот и как его теперь убивать? Не знаю. Это был полный провал. Врыв какой-то. Ренан совершенно невнятный. Если он слетает на базу. Летит на репликейт. Хотя по сути это реминант. Он его так использует. Так что это реминант. Цитроволаси покупает Морфинг. Морф очень сейчас сильный. Он просто разваливает. Иммоверность. Сейчас прилетит уже. И пойдут под барабанщиком. Сейчас будут ли дефать носороги. Затипайс ли он сейчас будет. Варды есть. Все есть. Все есть. Тут так же все имеется у Team Predators. Есть реведж. Есть там фингер. Есть варды. Все есть. Но вот насколько будет крутой вырыв. Мы видели то, что уже врывался Тайтхантер. Там подстанчик. Вот Тайтхантер. Врывается пятерых. Полетели ракеты. Тайтхантер уже просто может убегать. Пошел. Он не слэш. Разлом. Так же в двоих сейчас будет попадать. Раста улетает в таверну. Отправляется в таверну. Не будет Джаггернаут. Джаггернаута не будут отпускать. Леон находится под думом. Леон тоже будет умирать. Тинкер опять просто выживет. Умер только Элдер Титан. За Тинкером погоня. Тинкеры тоже отпускать будут походу. Да. Тинкер выживает. И это минус сторона. Лазер в линку. Выходит Джаггернаут. Джаггернаут без омни слэша. Получает Этериал. Начинает его настреливать в морф. Морф перекачивается не в ту сторону. Боже, он перепутал, когда перекачиваться. Господи, вот это не повезло. Да, ошибка. И еще Курьера отдали. Вол. Кстати, Тинкер рывается в Мирану и стирает ее с прокаста. И Дум делает это паут. Его не нахоют в Тинкер. Кстати, Дум пупает себе. Блин, Даггер... Вот-то было все круто до того момента, пока не начали умирать игроки команды Predators. Логично сказал. Было все круто до того момента, пока морф не начал перекачиваться в ловкость, когда его бьют. Да. Мислик. А может, это он реально хотел убить Джиггер... Он настолько хотел Рампагу, что решил пробовать убить Джиггернаута, но все равно умереть, чем выжить и не убить Джиггернаута. Лучше убить, чем не убить, да, я согласен. В итоге он не убил. Да не, мне кажется, если бы он там в силу перекачивался, у него бы хватило. Джиггернаут там на очень маленьком количестве ХП уходил. Так об силе он не бьет особо. Ну а там бить-то уже и нечего оставалось. Джиггернаут зашел на Рошана и начал его убивать. Кстати, почему Рошан сбивает Гриндаггера? В описании написано, что он сбивает, когда его пьют герои. Ну, ты Джиггернаут... Ой, ты Джиггернаут. Рошана, назови крипом, он тебе вон по голове настучит. Ай. Ай, тут что, эти уроны. Блин, ну почему он сказал, что какой-то герой? Кстати, по-моему, Рошан сильнее, Джиггернаута. Ты что, из башни не выпасит, клепнет? Давай, Рошан, я в тебе верю. Пришла подмога, сбила Линку, станчик прошел отлично. Фингер нет, не зайдет, маны нет. А, Рошан не доигрывает. Че, Рошан просто рак. Он был клепнуть, башки, прошел. А, все, не показалось, у меня звука нет. Да потемнеть. Все, есть отлично. Как тебе мои вокальные способности? Ты чуть не оглох. Блин, у меня все равно показывают то, что у меня микрофон выключается. Да не беспокойся, у тебя глючение наше стоит. Сотно. Кстати, взлетает стрела в Джиггернаута, но он под Аегисом, ему не страшно. Хотя заходит Финга, будет станчик, но отбинковывается Джиггернаут вовремя и сохранил Аегис. Кстати, есть дум в... Не важно в кого. Закончился, Растер. Закончился, да. Это минус герой. Хотя, не стоило, наверное, тратить на него дум, его морф просто моментально стер, удалил с этой карты. Он под себя Драгонлендс, я так понял, или это... Это Драгонлендс, наверное. Ну это же Драгонлендс. Ты где? Я тут. Ладно. Я тут, и я наблюдаю снос с вышки. Прилет ракет, улет стрел. Кстати, аганим у Тинкера? Нет. Мне показалось почему-то, что много стрел было. Фу, стрел. Ракеты. Ну, в общей сложности их много. Не, ну понятно, я думал, они уже аганимные. Я не знаю, почему Тинкер собирается вот так через Дагон, олдскульно. Почему не Миракл билд, вот через линзу аганим. Это вроде как круто. На Тинкера смотрится. И вот поскольку они в дэфе... Давай. Хотел передать привет нашей подписчице Ольге Меркуловой, которая находится сейчас в больнице, но все равно не отрывается от наших стримов. Спасибо тебе и скорейшего выздоровления. Вот как-то так. Продолжай. А? Ты что, все что ли? Ну а что? Тут нечего сказать, тут ничего не происходит. Ну... А как тут ничего не происходит? Ты смотри, как записался дум между своими соотечественными. Ладно, я понял. Соотечественные? Да, тут же Элдер Титан. Я не понимаю, вот что такое Элдер Титан. Но я даже не скажу, что это кто. Это что? А, подожди, это... Это... Ну смотри, у него копыта, правильно? Это Минотавр. Какой это Минотавр? Там... Да, согласен, есть роган. Минотавр... Копыта же. С нанотехнологиями прям. Современный Минотавр. Да. Понятно. В итоге... В итоге стороны пока стоят, Team Predators показывают хорошую игру, но снести у них пока что ничего не получается. И это будет у нас Хюрикен Пайк от Марфа, который уже собрал, но он еще пока что не принес. А зачем? А, ну чтобы Dragonlance. Ну да, Dragonlance, но и Форстав никогда не помешает нам лишний эскейп, почему нет? Ой, так много эскейпа. Забирают Тир-2 вышку, залетают ракеты, стоит репликейт, то есть под сейф небольшой есть. Будут ли как-то пытаться заходить? Там Аегиса. Аегис есть. Да, подлинкается Doom, Doom не успевает накинуть Doom. Вот так вот. И все, конец. Будут пытаться заходить или нет? Как бы пока что не уходят. Нет, смоки, смоки, смоки. Смоки от носорогов, они сами решили напасть на своих противников. Сейчас будет выход Джиггеннаута, Тайтхантера, кого-нибудь. И нет, не будет выхода. Стрейфится Predators. Ну там уже драться нельзя, там уже Элдер Титан. Будут рыбы от Лиона по пиране и монетально ее стирают. Просто с догона, с проката, даже палец не тратили. Ну потому что маны не хватило, а так бы потратили, я уверен. Вообще Лиону бы сейчас купить что-то на ману. Это Баклер, Брайстер, это все фигня. Нужен Форстав, наверное. Чтобы вообще мобильным быть. Всем, кто Даггер Форстав и прям круто. Ну. Ну и заходить теперь без Мираны уже нельзя. Все, как бы Мирана отправилась в таверну. Надо теперь переждать. Как раз Аегис там закончится у Джиггернаута. И можно будет спокойно уже заходить. Хотят отпушить нижнюю линию. И походу уже по низу заходить. Тинкера тут ловить не смогут. Тинкер улетит. Я посмотрел за Тинкером, он прилетел, блинканулся в кусты. Еще раз блинканулся и улетел. Кейплей. Тут как-то не по таймингу прилетел. Нечего тут было делать. Вот на топе есть что делать. Можно по отпушивать маршами. Пофармить. Уже у него есть гост. Это будет, я так понял, наверное, из Эрил. И это просто гост, чтобы Морф не убивал. Хотя Морф-то и как раз под гостом и убивает. Будет благодарен только. Там пюрдж есть. Так что, если что, все равно с ними тут классно. Ну и да, собираются выходить по низу. Отпушили как раз линию. И будут подходить. Здесь уже все, все пятеро собираются. И будет ли продолжение? А, нет, Морф улетел на Реминант. Ой, Репликейт. Кидает. Именно. Я проверил на Джиггернаут. Джиггернаут, Манта. Будет ли какое-то продолжение? Нет, никакого продолжения не будет. Джиггернаут просто отходит. Пармить других хребов. Неплохо. Ну, не знаю. Сейчас бы Морфу собрать бабочку, наверное. Хороший Дум прилетел на Тайтхантера. Тайтхантер пока что не дает реведж. Будет ли какой-то фокус? Да. С Хекс на Дума. Дум продолжает бежать. Хороший разлом по двоим. Дум бежит. Хороший Старшторм. Но сейчас может отъехать Мирана. Да, Мирана отправляется в таверну. Дум брыгает дальше. Он не слышит. Залетает пока что по крипам. Улетает еще и Мирон. Мирон. Леон в таверну. Сатерио разрывает Морф. Это вот Джиггернаут и бежит за Тинкером. Тинкер не должен здесь уходить. Тинкер, да, последняя тычка. Это минус пять. Размен на одну Мирану. Боже, что сейчас произошло? Да, Морфлинг оверфарм. Уже ему вообще нечего предъявлять. Просто разваливает. Десять тысяч преимущества у Тинкредаторс по Испе. К одиннадцати стремится по золоту. И это будет минус две стороны, наверное, точно. Может быть даже игра. Ворды не откинет уже Раста. Расте уже убивать там. Ну и пытаться как-то сейвать нечем. Ну и будут ли выходить еще на одну сторону? Там еще никого не будет. Там еще никого не будет. Можно выходить. Ждали крипов, ждали крипов. Просто сейчас будут выходить. Правда, Думу мало ХП. Тайтхантер ревейдж не давал. Тайтхантер ревейдж не давал. Тайтхантер рессается. Будет ли выходить? Да, саппорты идут. Саппорты идут драться. Тут мало ХП. А, Думу уже под землей начинает регениться. Тут уже... Да, тут уже не подраться. Нету Джиггернаута. Нету Тинкера. Это минус мид. И продолжение какое-то нет. Будут отступать. Хотя, прыгнул как Морф отважный и Форстафаит себя обратно. Ну и Морфа, кстати, появляется с Кади и теперь я вообще не знаю, как его убивать. Обалдеть. Решил вместо крылки. И что делать с Морфомой? Ну, а Морфу сейчас еще МКБ вместо Мидаса, потому что там Джиггернаут бабочку собирает. Ну и все. Ну да. Все, он ее почти уже собрал. Ну, на Байбэк, скорее всего, оставит, да? Ну, я думаю, да. Или Ол-Ин. Не Ол-Ин. Почему Ол-Ин? Он понимает, что его уже не убивают здесь. Он даже может просто бабочку... МКБ сейчас не брать, поливать на эту бабочку Джиггернаута, собрать себе также бабочку. Да, он у вас прокаста, в принципе, взорвет под бабочкой. И потом будет перекачиваться, его вообще никогда в жизни не убьют. Ну, не скажи. Да, а кто ему убивать там будет? Джиггернаут с Баттлфьюри и бабочкой? Он фонтан. А, я не думаю, под бабочкой, что фонтан убьет Морфлинга. Что, даже фонтан не убьет, а что делать? Вот именно. Вот сейчас посмотрим, просто я буду наблюдать за Морфингом. Вот в этой драке. Он еще и реминант поставил. Ну, блин, ну это перебор, чувак. Дай хоть шанс, пацана. Откидывается Тинкер. Когда Тинкер живого, очень сложно заходить. Он накидывает этих маршей бесконечное количество. Ты видишь это? Ты просто видишь это? У Морфа сейчас три силы. Просто три силы, и у него... Ну, которые остались. После перекачки. И у него 2185 хп. Ты представляешь, что будет, когда он перекачается? Там под шестер, мне кажется, выйдет. Получится такой водяной пудж. Врыв на Морфа. Вот пытаются его зафоксить. Есть отличный реведж по троим. БКБ прижимает Мирана. Есть Шива. Вбирают специально Шамана. И он тоже не стоит. Это минус уже два саппорта. Начинают пивать бараки. Это минус. Второй, последний барак. И ГГ пишет Леон. Даже не попытаются. Но сейчас будет Omni Slash. Врывается в Тимаун. И есть Omni Slash. Что-то не сидит целом. Срывает тут Матлин уже всех. И как-то без шансов. Гуд гейм. Вэл плейд. Поздравляем команду Тим Предатор с выходом в финал. Финал Старладера. Фасткап номер 14582. Где они столкнутся. Сейчас посмотрим с кем. У меня обновляется страничка. После такой затяжной игры. И... Давай. Показывай. Это команда Лид 900. А точнее... Легенд Лай Тим. Уже вышли в финал. Уже ожидают команду Тим Предатор. И будут с ними сражаться. Мы благодарим команду Брутал Ринос. За отличную игру. Ну, реально. Было красиво. Здорово. Все влетали. Все вот этот экшен устраивали. Классно. Спасибо. И немножко-немножко не хватило. Не расстраиваться. Продолжать играть. Самое главное. Ну, а мы немножко передохнем. Пока что перед следующей игрой. И вернемся к вам уже на финал. Никуда не уходите.